Четвертый том добротолюбия, страница 83. Ситуал Федора Студита наставления монахам. Потрудились вы и собрались в сокровищнице душ ваших богатства добродетелей. Помнит каждый из вас, каким и каликим подпадал искушением со времени поступления в монашество, как изнемогал, падал духом, нечаял остаться живым, уловляемый и уязвляемый сатанинскими помостами или общежительными трудностями и тяготами. И как благой Бог наш, как через волнение некий, одно за на другое, устремляющееся, перенес вас через все это, избавил от угрожавшего вам крушения и дал вам стяжать подобающее терпение воздаяния. На подвиги те взирая и на все претерпенные и стяжанные, не забудем обращать очи свои на предлежащее в настоящем и чаемое в будущем. И да не отторгнет нас от благого намерения нашего никакая случайность скорбная, от человеков ли она или от лукавых бесов. Умоляю вас, всегда к Богу взирая и представляя себя находящимися при последнем издыхании, видящими сону ангелов, дающими отчет судьи всеправедному и получающему должное за добро и зло воздаяния, подвязайтесь добре, пресекайте искушения, отбрасывайте с пути вашего всякие камни и преткновения, и бодро восходите на гору небесного жития, пока приедет чаемый день. Стяжите все откровенность, не первенстволюбие, взаимопочитание, единодушие, усердие к послужениям, к рукоделиям, к псалмопениям, к бдениям и ко всем добрым и преподобным делам. Вы уже уймеете это, но я говорю о всем, чтобы вы ревновали более и более богатиться этим. Уже стяжали, но я напоминаю об этом, чтобы вы устремлялись все к большему и большему стяжанию во Христе Иисусе Господе нашим. 31. Так как вы так усердно и внимательно слушаете смиренное слово мое, то и я полон усердия к оглашению вас, и как бы ненасытен бываю, сея в священные души ваши словеса смиренных уст моих. 32. В настоящее время труд подъемлем мы оба, я говоря, выслушая, и в дело производяя, исполняя говоримое и слышимое. 33. Когда же приедет время жатвы собирания плодов, тогда в радости и веселье будем о том, из-за чего трудились, воздыхали, бедствовали, утомлялись, печальны бывали, покоя не знали, паникали главой и падали духом, не зная как бы. 34. Прискажу еще, алкали, жаждали, оставили родителей, друзей, братьев, родных, родину и всякое земное благо мира этого. 35. Будем веселее и приемлемо воздаяние от праведного мздо воздаятеля Бога во веки веков. И какие воздаяния! Слава и честь неувидаемое и вечное, радость и веселье и жизнь неизъяснимое и неугасимое, ненасыщение ненасытимое и наслаждение на наслаждение теми благами, невиданными, неслыханными и неговоренными. Царство небесное, сыноположение и наследие Господа нашего Иисуса Христа, истинного Бога и Царя веков. Взирая на это, не будем разлениваться и малодушевствовать, какие бы ни случились с нами здесь прискорбности в наших занятиях и трудах, когда заставляют нас делать то одно, то другое, и когда при послушании и подчинении приходится испытывать осте в сердце. Но по апостольскому слову, забывая заднее, простираясь вперед, будем по намеренному течь к почести Вышнего Звания, Филиппийцам 3.13. И соревнуя в любви Божественным тем святым, которые совершились или через мученичество, или через чистое житие. Что же, они разве не были люди такие же, как и мы, и одинаково с нами, причастные страстям? Но поскольку вас хотели и возлюбили преизбыточно, так что и нам можно, поскольку вас хочем, и приблизиться к Богу, и жить жизнью высокою. Молю вас, будьте внимательны к послужениям вашим, и прилежно трудитесь в них. Писец в доброписании, стройном и одинаковом с любовью и терпением. Писец в шкеларствовании, в неутомимом удовлетворении телесных потреб, в давании и принимании неленостном, с подобающей мирностью, благопристойностью и извинениями, когда требуется. И землекоп в раскапывании виноградникой. И что бы другое кто ни делал, по земледелию, переноске тяжести и подобное, без роптания, не забывая стихословия, повторения какого-либо стиха из Толтили, храня молчание и бегая празднословия. Садовник и огородник, трудясь в возделывании сада и огорода, и доставлении братству вдоволь овощей и плодов, пор в приготовлении яств, перенося сжение огня и хлопотливость всякую по своему делу безропотно. Больничник во всеусильном попечении об упокоении немоществующих братьев, кому пищу более пригодной доставляя, а кому слово утешения и умиротворения, во уврачевании душевных и телесных болестей, канонарх в устроении и блюдении стройного и благочинного пения и внятного чтения. Таким же образом, лампада-вжигатель, приготовитель пергамена, хлебопек, ножевщик, трапезарь, золотарь, медник, кровельщик, портной, а также привратники, будильщики, сторожа, попечители, учители. Наконец, эконома и помощник эконома. И все, делайте дела свои, как перед Богом, как дела Божии, во славу Божию. 32. Как при каком-либо путешествии сначала непривычность к такому труду делает шествование тяжелым и притрудным. С продолжением же его, когда мускулу поразомнутся и плоть поразмякнет, оно бывает менее трудно и тяжело, и более споро. Так бывает и когда мы шествуем путем Господним. Дал уже нам Бог по испытанию трудностей и искушений познать и увидеть, каков путь прямой и какой заблудный, и как мало-помалу достигнуть конца его. Будем же шествовать путем царским, измеряя версты его, как сказали отцы, избегая обоюда сторонних стремнин, то есть как недостаточества, так и излишества. Что бывает, когда кто начинает действовать не по уставному правилу или по положенной заповеди в пище, питье, бдении, стихословии, в читании на память псалмовую молитву, в молитве, в молчании, в сокровенном делании сердца. Позволительные отступления от обычного во всем этом порядка, но надо, чтобы это делалось совета и ведомо. И скажу вам, что хотя я грешник, но все сведомо моего делаемое мое, и все мне открываемое свет есть. Укрывающийся же от меня во тьме ходит и не видит, как несется к стремнин и пагубы. И думаю, угодить Богу прогневляет его, а бывает и для других виновником преткновение. Итак, чадо мое, идите той дорогой, которая держаться, призывает вас закон послушания. Не беритесь понять неудобо понятное для вас, и не пытайте неподдающихся пытливости дел послушания и моих разнообразных игуменских распоряжений. Подвиг для новоначального отбросить мирские обычаи и нравы и оставить прежде образовавшееся стремление сердца. И как от буря и треволнения, от непостоянных забот и страстных дел вступить в пристань беспопечительности и боголюбия. Но не меньше, лучше же сказать, гораздо больший и труднейший подвиг есть по вкушении покоя через убежание от мирского мятежа. Соблести себя неуязвленным. Ибо здесь иные в нас восстают помыслы, иные на нас нападают пираты на море жития сего, демоны, покушающиеся потопить ладью души нашей со всяким несомым ею добром. Но если мы будем усердно пользоваться благоприятными ветрами смиренно-мудрее и не уничижим достоинства нашего кормщего через самовольное согласие на иное направление ладьи своей, то, несомненно, достигнем в пристань Царствия Небесного. Будем же, чадо мои, мудрые, как змеи, просто как голуби, делая дела добрые и преподобные, трудолюбно прилежа каждый к рукоделию своему. Блаженно терпящие и смиряющие себя, а не кружащиеся, как облака, и напрасно проживающие час за часом и день за днем, которые ни нам, ни Господу не угодны. 33. Слово к вам, моего смирения, не суть, не законодательские, не властительские слова, не постаречивые, как думаю, но увещательные и утешительные, приводящие на память учения и жизнь божественных отцов наших. Уже открыла нам божественная благодать, что преподобно и праведно и благочестно, и вы точно знаете, куда и как должно направлять свое шествие, чтобы улучить Царствие Небесное. 34. Воспоминайте же и помните изо дня в день, в чем спасение Божие, и каковы были божественные деяния преподобных отцов, и по их образцу живо расписуя души свои красками благовеенства, представьте в себе подражание жизни их. 36. И уши ваши внимали слову сему. 37. Знаете, каким прекрасным показал он себя после вступительного изречения обетов и как поразил дьявол оружием смирения и потопил в море слез, и вошедший на высоту нашего добрейшего жительства, один показал в себе совершенный образ великого отца нашего Пахомия. 37. 38. 39. Почему, несмотря на то, что жил недолго, явлен предпочтенным Феодору Священному, Петронею Треблаженному и Арсисию Всепетому, и всему тому священному братцу, так как перенесен был от зде на небеса при ангельских песнословиях. Так велик божественный дар смиренно-мудрее, и нет никого из святых, который бы угодил Богу не этим достоинством. 40. В него и вы облетитесь, отвлекшись вниманием от доброгласия, мелодий, приятного чтения и прочих естественных даров и способностей. 41. Все усилия устремим на достижение этой цели. 42. Я не то хочу сказать, что следует совсем забросить сказанные добрые качества, но что их надо почитать второстепенными. 42. И так их поставить, чтобы они шли позади госпожи добродетелей. 43. Ибо если мы по причине сказанных добрых качеств или перед худогласными величаемся, или перед неучеными гордимся, или перед нехорошо и неучено читающими превозносимся, или перед безголосыми и худопоющими поднимаем брови, 43. 45. 46. 48. 48. 49. 49. 52. 53. 53. 53. 54. 54. Который говорит «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Ибо в ней воистину обитает покой, ради нее волны благодати в душах воздымаются, через нее чистота сердечная воссеевает, от нее бывает обильное излияние слез, из ней к плечам бьется крушение. В ней мудрость, разум, благоговение, воздержание, безмолвие и всякое другое добро и есть, и видится, и славится. Таково слово мое о преподобном смиренном мудрее. Вы же чадо Божие, чадо моего смирения, прияв его как семя, плодоприносите, как земля добрая, кто тридцать, кто шестьдесят, кто сто, соответственных дарам Божьим доброделаниях. «И храните себя от всякого зла и лукавого дела, бегая про дерзость и ища братолюбие, отвращаясь от злых хищрений, любя беспопечения. Ибо, говорится, незлобивые и правые прилиплялись ко мне». Солома 24, 21. «Да не любит кто одного, кого более других, да не держит смелого обращения безбородой с безбородом, да не остаются они в местах скрытных и невидимых. Но стойте все против обходов дьявола непобежденными, угошая пожар похотей божественными молитвами и воззваниями. Что страсти приходят, дело обычное, но наш долг отталкивать их с первого же появления. Пришел враг, устрелил и убежал. Снижи очи души своей, когда искусительно ведет какое воображение непотребное. Отбрось подальше удочку сласти, когда горький ловец во грех введет в сердце приманку к нему. Заткни уши свои, когда начнет простирать тебе льстивую речь, нашептававшись смерть в уши Евы. Не коснися и не вкуси и не прикасайся. Когда приготовитель и подноситель греховных сластей приступит к тебе, сидишь ли ты или ходишь, дома ты или в пути. Не принимай, затвори себя со всех сторон, будь град огражден, будь стеной медной и камнем неподвижным. Чтоб сколько бы ни устремлялись на тебя ветры, прибил ты, прибыл непоколеблемым. Мужественно отражай демонов, доявишься добрым воином Господнем, носителем язвы. Христовых мученикам благодати и возымеешь дерзновение сказать с апостолом. Подвигом добрым подвязался течение, совершил веру, сохранил, теперь же готовится мне венец правды. Будем пребывать в том, к чему приставлены, не будем замышлять ничего, что превышает меру нашу, и если случится что такое, не будем упорствовать в том. Чадо, если увидишь частое содружество и партии, отвратись от них. И если кто приступит к тебе с подобным предложением, отскочи от него и даже выслушать его, не соглашаяся. Беги как от огня, когда услышишь какие речи, могуще поколебать веру твою к настоятелю и ослабить любовь твою к нему. Ибо вред от этого мало-помалу входит в сердце, найдет до самых основ спасения. Кроме меня не имейте и таинника, и тайна водителя, если хотите быть настоящими моими послушниками, и не презирайте злых речей, как ничтожных. Говоря, великое ли то и то, чтоб заниматься тем, не так, дети мои, не так. Но когда кто уклонится в неверие к общему вреду, прибегните, прибегите и все расскажите. Может быть, иной невежественный неразумно возразит, но за это братья осудят меня и возненавидят. И это не так, ибо если это будет не истинные мои чадо, то что тебе похвала их? Истинные же всеконечно последуют тебе и похвалят тебя. Одним словом, умоляю вас, напоминая всецело, и во всем положитесь на меня. Я никто ничего из утаенного не имею и не открыто во мне, иначе это превратится в жестокую язвину. Продолжая прежнее ваше доброе делание, подвязайтесь и единодушно доводите до конца ваше в Господи течение, и все переносите доблестно, и поношение, и труды, и утеснения, и рожжение плоти, и омрачение помыслов, и прилив лености и уныния, и все другое обыкновенно с вами бывающее, единое во всем имея помощь от непостыжающего упования на Бога и строгого исполнения заповедей Господних, с пребыванием в памяти смертной и отсечением своих хотений. Так удостоитесь вы венцам ученического, и ликовствовать будете с ангелами в Царстве Небесном. 35. Всегда с неистовством устремляется против нас враг, но всегда обращается вспять божественными силами и молитвами Отца Моего и Отца Вашего, и лишь тогда находит в себе добычу, когда кто даст ему место, отгоняя от себя Духа Божия и вселяет Духа Чуждого, который и научает его делать и говорить, что сам любит. 36. Чтобы научиться нам распознавать оба эти воздействия, укажу вам отличительные черты того и другого. 37. Имеющий Духа Святого являет радость, мир, долготерпение, любовь, и слова произносят слычайшие пачи меда и сота, ибо они, как сказал Господь, исходят от избытка сердца, в просвещение и утешение приемлющих оное. 38. Непрестанно слышится от них «Прости» или «Благослови очи». 39. Неразумен я, один грешник, не достоин сопричислиться к братству. 40. И никакой твари говорить так и чувствовать, есть признак, что мы имеем Духа Святого. 40. Желаете ли слышать, какие признаки Духа противного? 41. Вот. Кто имеет его сердце, того изрыгает ярость, гнев, осуждение, оклеветание, неверие, отвращение, ненависть, дерзость, 41. Непослушание, противоречие, упорство? 42. От такой души отбежали свет святости преподобия, отступили смирение, сокрушение и терпение. 43. Иссякли слезы плач и болезнование сердечное, отлетели созерцание небесная память о смерти и об имеющих сопровождать ее по смерти ангелах. 43. Скрылись во мраке забвения мысли о всемирном предстоянии перед страшным судилищем Христовым, о грозном суде и своей безответности во всем, что думанно, говорено и деланно с самого рождения, а не со времени только поступления в монашество. 44. Все это излагаю вам, чтобы вы видели, чего держаться и чего избегать должно. 45. Ибо у меня одно желание и одна молитва, чтобы все вы соделались с сынами света и дня, наследниками Божиими, со наследниками же Христовыми, сосудами избранными и освященными, 45. Единым духом воедино сочетанными, да делом познаете и сердцем испытаете, сказанное святым Давидом, вот что добро и что прекрасно, чтобы жить братьям вместе, мирно и единодушно. 46. Потребный нам труд под духовный, подвиг обоженный, ревность правое течение душевное, чтобы, вступив в поприще состязания, добре достигнуть конца его. 47. И по смерти преподобной увенчаться венцами победы. 48. Вы и сами по себе знаете, что труды отражают упокоение, скорби вознаграждаются радованиями, стенания напоевают душевными утешениями. 49. Теснотость оживает простор, алкание и пощение возделывают безмерное ликование. 50. Жаждание и гортание иссушения источает воду, ту текущую в жизнь, о которой сказал Господь. 50. И что вообще сеющие со слезами с радостью пожнут, как уверяет псалмопевец святой Давид. 51. Зная это, блаженны вы, когда будете так делать, как написано. 51. Муж безумно не познает и, не разумев, не разумеет сих. 51. Вы же умны, добросердечны, благоразумны, внимательны и рассудительны. 52. Почему иные изобродетели вы достигли, иные достигаете, приложу же, что и еще достигать будете. 53. Ибо заповедь не имеет меры, но чем более кто познает Бога, тем более сознает себя далеким от заповеди. 54. Я даю вам законы и руковожу вас, от одного удерживая, в другом утверждая и указывая, куда направлять шествие свое. 54. Вы верите мне во всем, и как железо в руках ковача повинуетесь, чего не желаю я от вас по заповеди. 55. От этого беспечально плавание ваше, и жизнь ваша безбедственна. 55. Но вы и сами между собой, и уразумевая, что добро и полезно, делайте то и напоминайте о том друг другу. 56. Ибо все мы имеем в виду одно то, что обществе всем полезно. 57. Как бы на корабле по морю плывущему находясь, где и кормки, и корабельщик делом общим заняты бывают. 57. В таком отношении состоим мы между собой, я и вы. 58. Мое дело держать в руках кормила и бодренно вести корабль, и очи имея обращенными на небо, присматриваться к звездам правды и по ним направлять плавание. 58. Но и вам надлежит и бодрствовать, и делать всякое свое дело, и озираться кругом туда и сюда, 59. Чтобы не набежать на что-либо кораблекрушительное, на отмель или подводный камень, и снасти держать в порядке, где ослаблять, где подтягивать, и все подребное делать, чтобы корабль наш благополучно достиг пристанище спасения душ наших. 59. Для этого оставили мы мир обычаи его, и все плотские удовольствия и утехи. 60. Прибудем, братья, в подвигах, терпеливо упражняясь в должном. 61. И я уверен, что получим венцы, сделаемся гражданами неба и будем блаженствовать там, откуда отбежет всякая болезнь, печаль и воздыхание. 62. Тверды будьте, восприимите силу, и светильник ревности вашей догорит в еле и постоянного прилежания, чтобы не погас и нам не пострадать нежеланные участи и родивых дев. 63. Стяжите, отцы, честнейшее безмолвие. Не говорю, чтобы вы совсем ничего не говорили, потому что это несовместно с нашей жизнью. 63. Но чтобы не говорили о неподобающих вещах и не возбуждали тем смеха. Ибо от многословия не избежать греха уверяет премудрость. 64. Щадящий же уста разумен будешь. 64. Будьте внимательны в исполнении послушаний ваших и небрежно действуя не портьте необходимых вещей. 65. Телеги, например, или сахи, или топора, или чаши и блюда, и другого чего, отчего случится остановка и время, которое должно бы употребить на духовное какое делание и стратиться по пустякам. 67. Молитесь также всегда, да пошлется вам помощь свыше против невидимых и видимых врагов о Христе Иисусе Господе нашим. 67. Молю Бога, да не оскудеет вера ваша и не охладеет духовная любовь ваша ко мне смиренному. Но да будет все утверждены в том же разумении и будем, и в одинаковой ревности к исполнению заповедей Господа нашего Иисуса Христа. 68. Знаю, что вы застраждете, испытываете лишения, подъемлете тяжелые труды, проливаете поты. 69. Но не ослабевайте, умоляю вас, любви ради Господней, и продолжайте терпеливо к подвигам добрым подвязаться. 69. Да, в ликовании увенчаны будете на небесах. 70. Желал бы и я трудиться вместе с вами, если бы не болезнь ног моих. 71. Желал бы и я вместе с вами исходить на дела и смирять работу и тело свое, ибо блаженно по силе трудиться вместе с братьями и преподобно участвовать в полевых работах их. 72. Вы такими трудами освящаете тела свои и души свои делаете бесстрастнейшими, как поистине делатели Господни, если только в надлежащем разуме соблюдаете повеленное. 73. То есть если преимущие и распорядители со страхом Божиим и со страданием к братьям делают распоряжение, а подчиненные сохраняют к преимущим покорность и послушание. 74. Смотрите же вы, распорядители, не налагайте труд на труд и распоряжайтесь не бессострадательно и не беспопечительно, но праведно, благосердно, братолюбно и рассудительно. 75. Ибо не все братья равны нравам, возрастам и силами. С этим только условием получили вы начальство, а не над братьями. 76. И блаженны вы, если будете так действовать, ибо великие дары и благо будут вашим достоянием в вечности. 77. Смотрите и вы, подчиненные, смиренно принимайте распоряжение первенствующих и действуйте благопокорливо от сердца. 78. Да не будет у вас смеха при огорчении Господа, да не будет празднословия в опечалении Духа Святого. 79. Да не будет между вами неприязненной друг к другу горечи, ибо апостол сказал, всякая горесть, ярость и гнев, да возьмется от вас со всякой злобою. 79. Еще, всякое слово гнилое, да не исходит из уст ваших, но только что есть доброе к созиданию, да даст благодать слушающим. 79. Бывайте же друг ко другу добры, тихие, братолюбные, терпящие друг друга любовью, друг друга тяготы носите, снисходящие, прощающие, почитающие друг друга и уступкой преимущества в благодовении страхи Божиим. 80. Если вы так ходите и если такую ведете жизнь, то вы святые мои, более же Божии, вы ангелы Его на земле, поклонники державы и служители славы Его, наследники Царства Небесного, сожители святых и жителей рая, которым дано наслаждаться отложенными для них недомыслимыми благами. 81. Почему о том молюсь, я прошу и умоляю, да направляются стопы ваши всегда по Богу, да возмогайте в державе крепости Его, да не будет среди вас соблазна или преткновения, ни смертельного прислушания, ни бедственного роптания, ни мертвительной продерзости, ни укорного какого желания злого, ни другого чего запрещенного и преступного. 81. Свет разума Божия да предшествует вам во всяком движении и деле. Мирное устроение да руководит вами, и тишина братолюбия да господствует в вас. 82. Господь Бог да приставит к вам ангела мирно, верно наставника, хранителя душ и телес ваших, в денно-ночное отогнание от вас злых демонов и в руковождении вас в благо жизни. 38. Страница 97. 4. Добротолюбие святого Федора Студита, наставление монахам. 5. Прошу и молю, стойте, терпите доблестно, благодушествуйте, мужайтесь, помышляя, какой славы сподобятся треблаженные святые послушники. 6. И, конечно, каждый, в каком чине жизни благоугодил Богу, сообразно с тем получит и благая своя в будущем веке. 7. Но какой чин лучше? Послушайте, велики служащие Богу в горах, вертепах и пропастях земных отшельники, столпники, затворники и другим каким образом жизни прославляющие Бога. 8. Но, как вам известный Господь наш Иисус Христос, раздаятель недомыслимых благ, сошедший на землю ни пустынный, ни столпнический, ни другой какой возлюбил образ жизни, но благоволился стоять в послушании. 9. Ибо сам сказал о себе, я сошел с неба, чтобы не свою волю творить, но волю пославшего меня отца. 10. И еще, как я говорю вам, не говорю о себе, от себя, но пославший меня отец, он мне заповедь дал, что сказать и что говорить. 11. Так же полотенцем припоясался он, и зрак раба приняв умыл ноги учеников, отирая их полотенцем, и сказал об этом негде в другом месте, я посреди вас как служащий. 12. Если же, как видите, он, владыка всяческих, благоволил более всех других восприять наш послушательский образ жизни, то как вам не радоваться, как не ликовать, как не восторгаться от того, что вы жительствуете подобно Господу? 13. После этого, есть ли для вас что другое, более достойное ублажение, и можно ли вам больше иметь расположение к другим видам жительства? 14. Итак, не ублажайте другого образа жизни, более вашего, если добрее его проходите. 15. Почему и в герондике или в сказаниях о святых старцах из трех тружеников через откровения явлен был более славным послушник, более пустынника и больного, благодушно с благодарностью переносящего болезнь? 16. Ей говорю вам, велик наш образ жизни и всесвят, и вы, добре совершив течение ваше, прославлены будете с Авраамом, с мучениками возликовствуете и водворитесь с праведными. 17. Теките же, добре, не останавливаясь, и да не обуморит вас завистливое око дьявола. 18. Помажьте ноги ваши и леем терпения, чтобы, разогревшись душевными стремлениями, были вы довольны к совершению своего пути. 19. Облекитесь в одежды правды и радования, пейте воду чистоты и целомудрия, и не говорите «да коли же!» — это слово ленивых. 20. Мы не тысячелетние, ныне завтра смерть. 21. Каждодневно полагая это перед очами ума, мы добре творим, шествуя законом отеческим. 21. Сим законом сообразовались отцы наши в немногие дни жизни этой. 22. Да будет же в вас, по святой молитве отца моего, милость, мир, любовь, незавидование, независность, степенность, добрая послушность, слово благо. 22. Сотрудничество, взаимное сочувствие, смиренно-мудрие. 23. Так живите и так действуйте. 24. Так живите. 25. Сотрудничество, взаимное сочувствие, зонос, зонос.